Мы находимся в самом сердце перенеских гор, Кроломских перенеев. Область называется Паяр-Суса. Потрясающие горы, поросшие лесом между горами в ущельях. Можно видеть быстрые реки, озера. Сейчас мы остановились в маленькой деревушке и напали на кусты ежевики. Очень вкусная крупная ежевика, сочная, потому что в этих местах много воды. Какие-то еще ягоды синие, не знаю, съедобные или несъедобные. Вообще, в перенеях в этой области с голоду не пропадешь. Сюда можно наткнуться на что-то вкусненькое. Там встают огромные кабачки, чей-то огород. Кабачки спускаются, выходят прямо за забор. Это куча фруктовых деревьев, но главное тишина. Тишина, спокойствие, свежий воздух. Находишь совершенно чудесные поселки, тихие, спокойные, средневековые, где стоят здания веками. Немножко реставрируют, но остается облик еще 10-15 веков. А главное – это природа. Главное – природа. Можно видеть животных, которые подходят к тебе без боязни, без страха, потому что, по-моему, людей вообще не в деле. То ночью пробегает перед тобой енот, то к машине подходит маленький олень, то летают грифы в речках, рыба и нутри. И все это такое дикое, нетронутое. Мы сказали, что здесь, недалеко от Барселоны, недалеко от Жироны. Места потрясающие. Главное – можно насладиться зеленью, можно насладиться относительной прохладой. Только что прошли сильные ливни, но уже буквально за час-два полянка подсохла. И вот можно… Покажи, какая веточка симпатичная. С язовичкой. Можно насладиться такими лесными ягодами. Очень вкусными. И поехать дальше. Сейчас пойдем на озеро. Да? Да. Сделаем следующий вид на озере. Поехали, поехали. Вы поели и поехали. Спасибо. 이었습니다. Спасибо. Продолжение следует...